А вы когда-нибудь задумывались, что стоит заканчивать? Никогда. Почему? Я никогда не сдамся. Я бы мог позлорадствовать падению биткоина на 10% за сутки до уровня в 5700 долларов за монету. Но всё же у биткоина есть ещё полно места для падения. Биткоин должен стоить ноль. Поскольку биткоин является причиной всех токсичных загрязнений и экологических бедствий, его фактическая стоимость и вовсе уходит в минус в счёт оплаты всех внешних налогов. Нурель Рубини, американский экономист, 14 ноября 2018 года. Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать на мой канал. Нам не впервые слышать о падении биткоина до нуля, Но в этом видео я расскажу вам, почему этого не случится с биткоином. А вот золото воспроизведёт такой сценарий. На протяжении следующих 100 лет золото потеряет и 99% своей стоимости. А теперь я хочу попросить вас проголосовать. Если вы стоите за идеями биткоина и криптовалюты, поставьте лайк. Если же вас больше привлекает старая система золота и другие драгоценные металлы, поставьте дизлайк. Посмотрим, кого будет больше. А мы начинаем. Если вы спросите людей, в чём ценность золота? Первое, что они ответят, это дефицит. Золото это дефицитный ресурс. Золото трудно добывать и его количество на этой планете ограничено. Бизнесмены собираются заработать 700 квинтиллионов долларов, добывая золото на астероидах. 700 квинтиллионов долларов? А на Земле вообще существует столько денег? На минуточку, если поровну поделить эту сумму между жителями Земли, каждый из нас получит 75 миллиардов баксов. Чтобы потратить такие деньги, нужно очень сильно постараться. Уже сейчас НАСА серьёзно занимается этим вопросом в сотрудничестве с рядом корпораций Deep Space Industries, AMC Planetary Resources и так дальше. Уже в 2022 году стартует миссия по добыче металлов на астероиде 16 Психея, который имеет на борту золото, железо, никеля и других металлов на 8 тысяч квадриллионов долларов. Когда я впервые увидел эту статью, я сначала подумал, что это какая-то запоздавшая апрельская шутка или что-то вроде того. Но 16 Психея пронзает вакуумное пространство где-то между Юпитером и Марсом. Это в принципе не так уж и далеко от нас. Это в пределах нашей досягаемости. Кстати говоря, об этом металлическом космическом теле люди знают достаточно давно. Астероид был обнаружен ещё в 1852 году. Собственно, здесь у нас Юпитер, здесь Марс, это мы собственной персоной, а это 16 Психея, как раз где-то в поясе астероидов и тусуется. Определённо, достичь этого объекта человечеству по силам. После прочтения этого материала я всё равно ещё не был на 100% убеждён. Кто угодно может написать в Википедии всё, что захочет. Поэтому я решил поискать ещё больше материала. И в этом мне помог официальный Ютуб-канал НАСА. Именно НАСА окончательно убедили меня, что это всё не шутка. Психея станет первым металлическим космическим объектом, которое человечество когда-либо посещало. Старт миссии назначен на август 2022 года. Команда обговорила и просчитала все возможные варианты, поэтому мы полетим по максимально оптимальной траектории, облетая Марс. Такой путь даст возможность использовать гравитацию Марса для будущего ускорения. Поэтому место назначения мы достигнем уже в начале 2026-го. Мы работаем вместе, совершенствуя двигательные установки на солнечные энергии. Мы улучшаем наш звездолёт в сферах механики, физики и других. Мы делаем всё возможное, чтобы достичь психеи и выполнить миссию. Купить космический корабль у вас, конечно, не получится, но зато вы можете обменять валюту или криптовалюту с помощью моего мониторинга обменников. Огромный выбор, скорая партнёрская программа и постоянная работа над качеством. Всё это по ссылке в описании. А я уверен, что развитие промышленного освоения астероидов рано или поздно приведёт к тому, что этот процесс будет таким же обыденным явлением, как добыча песка. Собственно, отталкиваясь от этой статьи, это произойдёт уже на протяжении столетия. В чём используется золото? Бижутерия. Люди с удовольствием носят золотые украшения. Мало кто вообще хочет носить браслет из железа, лучше бы из золотишка, правда? Люди любят золото, потому что оно символизирует богатство, а богатство это по сути и есть золотой стандарт. Но если вдруг золото перестанет быть дефицитным, тогда его ждёт судьба железа. Поэтому при развитии космической добычи металлов империя золотой бижутерии рухнет. Официальные монеты? Если золото больше не в дефиците, какую ценность они будут представлять? Что ещё? Электроника. В этой сфере золото останется таким же полезным. Но что случится, если оно заменит медь? Золото в любых аспектах лучше, чем медь для таких функций. Давайте сравним медь и золото. Сейчас золото торгуется на уровне 1223 долларов за унцию, а медь едва дотягивает до трёх. Я считаю, что благодаря космической добыче ресурсов медь упадёт в цене, а золото вернётся к ценам меди. Конечно, так далеко в будущее конкретные цены мы прогнозировать не можем. Но ещё раз подумайте о следующем. Человечество собирается на Марс. На Марсе будут люди. И не когда-то там, а уже в нашей жизни. Космическая добыча ресурсов уже тоже не фантастика. На протяжении следующих 50 лет это станет обычной, реальной жизнью. Всё ещё недостаточно ясно, чем это всё отобразится на биткоине? Тогда я упрощу задачу. Мне представляется крайне сомнительным, что где-то сидят инопланетяне и майнят биткоин прямо сейчас. Да ещё круче, чем мы. Надеюсь, вы поняли. А меня зовут Богатейший Ди. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Заглядывайте в описание под видео, там будут интересные ссылки. Делитесь видео с друзьями и обязательно богатейте. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»